Он вернулся с Кубани. Живой. Хотя шансов выжить было очень мало. Андрей Бакулин вспоминает. Вода поднималась с огромной скоростью. Их девятка утонула за несколько минут. Спасались на крыше чужой машины. Жена Андрея погибла в этом водовороте. Ее тело доставили в Самару. Сейчас оформляют документы на похороны. Я боялся одного, что я ее просто не найду. Ее унесло куда-нибудь там в речку. Но я ее обнаружил. Историю семью Бакулиных рассказал жительного российска Юрий Баль. В интернете он опубликовал исповедь очевидца. Рассказал, как спасались с дочерью и семьей из Самары на крыше машины. Первый вот Андрей. Я его схватил, втащил в машину. А вторая, мы ее долго уголали. Она боялась, что она говорит, я плавать не умею. Я из окна высунулся, ее, грубо говоря, поймал. Мы так вот бежали, но поток воды, может быть и бревно какое-то, либо что, видно, ударило. Он так сидел спиной, но его смыло. А мы еще после этого с Леной, наверное, полчаса она держалась за меня. Потом воды поток еще усилился, ее просто смыло. Больше я ее не видел. Гроб с телом Елены из Краснодарского края доставили бесплатно. Но свое право на это, говорит Андрей, пришлось доказать. В Борге, в Крымске, там вообще одна девушка сидела, на них там сидело человек шесть. Одна говорит, а может вы вообще в ДТП попали, хотите с нас деньги взять? Андрей, бывший летчик, возможно, профессиональная выносливость и помогла ему продержаться до прибытия помощи. В пять утра, а наводнение началось около полуночи, его спасли. Сотрудники ГАИ. Что, не могли закрыть трассу? Они все знали. Закрыли трассу, не пускали, все. У меня за 20 минут вода вышла пятиметровая. Машина утонула. Ладно. Сидели на этом, вот с Юрой бы сидели на его машине. Два часа. Где спасать их? Где МЧС? Ничего нет. Елену Бакулину похоронят завтра на кладбище поселка Мехзавод. Наша телекомпания выражает соболезнования семье Бакулиных. Любовь Коренева, Валерий Шаронин. ГИС События.